Утро, дорогое собрание! Я понимаю ваше удивление, видеть меня здесь, я и сам в шоке. Но сегодня я буду с вами размышлять над Словом Божьим. И я предлагаю вам сегодня разобрать такую тему, которая в наши дни, да и во все прошедшие века, была очень животрепещущей и злободневной. Это тема, которая коснется нас с вами и в последние дни нашей жизни на этой земле, перед вторым пришествием Иисуса Христа. Это тема сомнений. Сомнения, скажете вы, но что в нем такого, что сложного в этой теме? Ну, дорогие братья и сестры, я вам скажу, что это самое страшное оружие дьявола в борьбе с человеком, верующим и знающим истину. Все те методы и все те оружия, которые у него есть, они не всегда срабатывают, если человек знает истину. И на примере Священного Писания мы с вами убедимся, насколько оно является опасным и смертельным. И, чтобы далеко нам с вами не ходить, откроем Священное Писание, Бытие, третья глава. Эти слова нам с вами прекрасно известны. Мы знаем их наизусть за нашу долгую христианскую жизнь. Мы перечитали эти слова не один десяток раз. И можно их цитировать наизусть. Бытие, глава третья, стих первый. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю». Вот самый наглядный и конкретный пример того, как дьявол подходит к человеку и как он использует сомнения против человека верующего. Вот самое интересное то, что Адам и Ева общались с Господом лицом к лицу. Они знали его святой характер. Они знали его мудрость, его справедливость. Но когда дьявол подошел к ним и сказал, а подлинно ли, они не выдержали. И результат, плоды этого сомнения мы с вами пожинаем и по сей день. в мире, наполненном злобой, бесчестием, несправедливостью. Подлинно ли, сказал Бог, спрашивает дьявол, он сеет сомнения. Он не бьет человека в лоб. Он говорит ему, он пытается заставить его усомниться в Боге, в его справедливости и в его мудрости. Он не подошел к Еве и не сказал, Ева, кому ты служишь? Бога нет. Он ей этого не сказал, потому что это было неоспоримо. Это было доказано, и об этом речи не могло идти. Но он ударил в то место, в ту точку, которая была наиболее слаба. Он сказал, а действительно то, что сказал Бог, оно является истинной. Может, все-таки как-то по-другому на это посмотреть? И Ева упала, не выдержала и соблазнилась. Словарь русского языка дает нам такое понятие этому слову. Что такое вообще сомнение? Сомнение – это нерешимость, шаткое недоумение, раздумие, колебание мыслей, недоверие, подозрение, опасение. Сомневаться – значит колебаться, нерешаться, думать надвое, усомниться, не доверять, не верить, считать кого-то ненадежным. Вот все эти слова, которые включают в себя понятие сомнения, они прямо противоположны тому, что Господь Бог желает от своих детей. Веры, надежды, доверия. Но дьявол все переворачивает вверх дном. И использует то оружие, которое Господь дал человеку в борьбе со злом. Он же его использует против. Он переделал его, и этим он губит души людей уже на протяжении тысяч лет. Хочу вам историю сказать того, как действуют сомнения на человека. Не просто вот оно пришло, человек засомневался и все, и ушел от Бога. Нет. История. Два брата унаследовали дом от отца. Но отец не оставил никаких уточняющих документов, кому какая часть достается, кто что наследует. Получается, что дом пополам. Но ни тот, ни другой брат не хотели делиться с другим братом. И хотели унаследовать дом полностью. И один брат был похитрее другого, и он говорит, ладно, брат, хорошо. Я отдам тебе свою половину дома, но при одном условии. Ты дашь мне возможность вбить один гвоздь в стену, в главную стену этого дома. Тут, говорит, без проблем. Давай. Тут какой обмен? Пол дома и гвоздик какой-то. Хорошо. Договорились все, документально оформили. И тот брат, которому достался дом, не имел права прикасаться к этому гвоздю. Он принадлежал другому брату. И тот брат, что похитрее, приходит и вешает свежую рыбу на этот гвоздик. Проходит день, второй, и в итоге что с рыбой происходит? Она протухла. Друзья мои, вы когда-нибудь ощущали запах тухлой рыбы? Это такой запах, который человека сбивает с ног. Он падает без сознания. А кто без сознания, сразу встает. Это умопомрачающий запах. И жить в этом доме стало невозможно. Но брат ничего не мог сделать с этим запахом. Там было невозможно жить. И в итоге он отказывается от этого дома. И тот брат, что похитрее, приходит и завладевает этим домом полностью, без проблем, с помощью одного гвоздика, который он вбил в стену этого дома. Вот точно так же действует и сомнение на человека. Сначала оно кажется безобидным, незаметным и шутливым. Человек не замечает его действия, потому что сомнению нужно время, чтобы прорасти. А если фундамент уже и почва готова, оно и сразу даст плод. Проникая внутрь человека, сомнение, вот словно червяк, который залез в яблоко, начинает изнутри поедать его, поедать, поедать, пока яблоко не сгнивает. Или как вода, которая подмывает фундамент. Со временем, со временем. По камушку, по камушку. Оно пробивает фундамент. И все, подули ветры, дом упал. И вернемся с вами в Эдемский сад. Там, где дьявол начал свое губительное дело, ставя под сомнение Божий авторитет, его мудрость, его милость и его любовь. Сатана знал, что он делает, потому что так же он соблазнял и ангелов на небе. Так же. Он не говорил им, кому вы служите или кому поклоняйтесь. Он посеял в них сомнения. Он не говорил им, что Бога нет, пошлите, мне будете поклоняться. Он сказал им, что Бог тиран, Он ущемляет мои права. Он так им все предоставил, что ангелы даже не заметили этого. Они усомнились в Боге. И результат мы с вами все прекрасно знаем. И к Еве он подходит с такой же тактикой. Попытаться сделать так, чтобы она засомневалась в Боге. Дьявол знает, что человека невозможно сбить сразу с того пути, по которому он идет. Если человек знает истину, в одночасье сразу человек никогда не поддастся этому сомнению. Он не свернет с этого пути. И скажу вам такой пример, что психологи, физиологи утверждают, что на протяжении определенного промежутка времени, если делать одни и те же действия, это перерастает в привычку. Я думаю, вы все это прекрасно знаете. Так вот, наша с вами христианская жизнь, она также похожа вот на эту привычку, которая у нас с вами сформировалась за долгие годы нашей христианской жизни. Из субботы в субботу, из месяца в месяц, из года в год мы приходим на поклонение Господу. И это отлично. И слава Богу. Потому что это в нас закладывается, это записывается у нас на подсознании. Везде это записывается у нас, во всем нашем организме. И он знал, что человеку предоставить сомнения не так-то просто, чтобы он поддался ему. И то, что в нас с вами сформировалось, можно назвать такой хорошей, доброй привычкой. И поймите меня, пожалуйста, правильно, вот можно понять привычку по-разному, как безосознательный, рефлекс, когда мы не понимаем, что мы делаем просто на автомате. И другое, когда мы это делаем осознанно, это нам нравится, и это приносит нам удовольствие. И я вам сейчас расскажу такой пример из личной жизни. Я был футболистом, профессиональным с самых детских лет. Мое первое слово было, как вы думаете, какое? Ни мама и ни папа. Гол! Гол! Так вот, всю жизнь я занимался футболом, и в 16 лет я попал в профессиональную команду, и нас повезли на сборы. На юг, на две недели, все. А в то время еще не было такого технического оснащения, когда вот вы приезжаете в чужой город, как в субботу, куда идти? В церковь надо найти, вбил адрес, в интернете, все. Он тебе сразу дает адрес, как проехать, какой цвет забора, сколько ступенек в лестнице, как подняться. И в какую дверь зайти? Там такого не было. То есть... Да и мне 16 лет всего было. То есть по чужому городу бродить в субботу я не решался. Так вот, приезжаем мы на сборы, и если вы знакомы со спортивной жизнью, то сборы — это очень сложный этап в спортивной карьере, когда две недели в поте лица, два раза в день, а то и три, ты пашешь, пашешь и пашешь на тренировках. Спишь, тренируешься, и опять спишь. И ешь еще. Так вот, эти пять дней, когда мы приезжаем в начале недели с воскресенья, и по пятницу эти дни кажутся настолько длинными и бесконечными, а выходных-то нету, но у меня он был. Суббота наступает, друзья, я ходил там, как блаженный человек. Сколько мне завидовали, друзья, когда в субботу я оставался в покое, в гостинице, все на тренировку, а я сижу себе. Где Симонян? У него суббота, все понятно. Все на тренировку уехали, сидишь себе один. Друзья, Сочи, пятый этаж, выходишь на балкон, горы, море, сидишь, читаешь, молишься, слава Богу, вздаешь ему. Но, кажется, идиллия, кажется, что еще надо? А я вам скажу, друзья, что нет, не хватает чего-то. Ты один сидишь. Святой субботний день, и вот тут что-то уже скребется. Где это должен быть? День святой субботний, утром, на поклонении Господу. Все то, что заложилось в меня с моих семи лет, с семи лет я в церковь пришел, и до шестнадцати, за эти девять лет моей, как говорится, христианской жизни, они дали свои плоды. То добрая привычка, которая во мне сформировалась, в день субботний прославлять Господа, в собрании, она дала о себе знать. И уже что-то не так, когда ты этой привычкой, ну, уже что-то не так у тебя. Так вот, о чем я говорю, братья. Когда наша христианская жизнь перерастает в нашу добрую и очень хорошую привычку, если не нравится вам слово привычка, ну, поменяйте, как вам больше нравится. Но в этом смысле она добрая и хорошая, то, что Богом в нас заложено. Так вот, дьявол знает, что человека просто так не сбить с этого пути, если он годами христианской жизнью живет, Богу поклоняется и служит. Но его-то надо как-то погубить. Так вот, если человек в одну из суббот не пришел, потом еще раз не пришел, а потом и вообще ушел от Бога, это говорит о том, что он уже давно потерял связь с Богом, что надрыв произошел уже давно, а в этот момент, когда он не пришел, все, сомнение дало свой плод, оно выросло и заглушило то доброе семя, которое было в нем посеяно. Все это прекрасно видно в словах сатаны, которые он говорил Еве. Подлинно ли сказал Бог, чтобы человека сбить с его убеждений, нужно разрушить его фундамент. И он сказал Еве, а подлинно ли сказал Бог, и он расшатал ее убеждения, он разрушил тот добрый фундамент доверия и веры в Богу. И все, завладел землей, губит души людские до сего момента. Это один пример. Но в Священном Писании мы читаем множество примеров, когда герои веры поддавались на это страшное оружие дьявола. Вспомните патриарха Авраама, он тоже общался с Господом в живую, и Господь ему говорил, многие вещи он ему открывал. Он принимал его у себя в гостях с двумя ангелами. Но, когда он пришел в Египет, увидел фараона, испугался, засомневался в Боге и назвал свою жену сестрой. Когда пришло время наследнику появиться на свет, Бог сказал, что будет у тебя сын. Дьявол тут же к нему. Нет, надо Богу помочь, не может Бог тебе дать сына. Жена твоя стара, в возрасте. Давай вот со служанкой надо решить вопрос как-то. Итог. До сих пор эти два брата на Ближнем Востоке льют кровь друг друга. А причина всему одно сомнение в Божьей милости, в Божьей любви. Его сын Исаак идет по тем же стопам и тоже делает тот же самый грех. Он называет свою жену также сестрой. Тоже испугался, засомневался в Божьей охране, в Божьей защите. Царь Саул, когда пророк Самуил ему сказал, иди, через семь дней приду к тебе, подожди. Но он замедлил. Царь Саул засомневался, испугался и принес жертву, чем совершил грех. Тот же священник Захария, о котором мы сегодня с вами размышляли в уроке, когда ангел ему явился и сказал, будет у тебя сын, он сказал, как это может быть? Сомнение, друзья, сомнение, дьявол никогда не дремлет, сеет он сомнения, чтобы человек не поддавался, не следовал за истиной. Ученики, которые плыли в лодке со Христом, прекрасная детская история, они испугались и засомневались, и Господь их спрашивает, где вера ваша? Маловеры. Пророк Илья, только что 400 пророков Валовых с помощью веры и Бога одержал такую великую победу, но когда царица ему сказала, что будет с тобой то же самое, что и с моими пророками, он испугался, засомневался и убежал, спрятался в пещере. Сомнения. Сомнения. Есть другие примеры, также, когда люди сомневались, не доверяли Богу. Но главный пример, который нас с вами интересует, где истина столкнулась с ложью, сомнения, с верой, как вы думаете, какой это пример? Искушение Иисуса Христа в пустыне. Откроем с вами книгу Евангелия от Матфея, 4 главу. Матфея, 4 глава, с 3 стиха. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангел им своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею». Иисус сказал ему, написано так же, «Не искушай Господа, Бога твоего». И опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Прошли столетия со дня падения первых людей. А тактика дьявола не изменилась, она стала еще хитрее, еще изощреннее, еще опаснее. Даже к Сыну Божьему Он подходит именно так же, как и к Еве в раю, как и к ангелам на небе, так и к Христу в пустыне. В Его словах нет явного противоречия Священному Писанию. Все, что Он говорил, было из Писания, друзья. Все, что Он цитировал, было записано у пророков. Он не говорил Ему, ты не Сын Божий, ты что тут делаешь? Нет, ты не Мессия. Он Ему говорил, если ты Сын Божий, вот это если, друзья, если ты Сын Божий. Помните слова, которые кричали Христу люди, когда Он висел уже на Голговском кресте? Если ты Сын, если ты Христос, сойди и уверуем в Тебя. Если. Он подошел к нему в пустыне и говорил, если ты Сын Божий, ты что тут голодаешь? Вон, преврати камушки в хлеб, да и все. Если ты такой, если ты Сын Божий, почему ангелы не служат тебе? Если ты Сын Божий, ну прыгни вниз, ну докажи, что ты Сын Божий. Докажи. Дух пророчества, Вестница Божия пишет нам такие слова в Желании веков, страница 124. И снова искушение начинается с намека, подразумевающего недоверие. Если ты Сын Божий. Сатана искушал Христа, чтобы тот ответил на это если, но он отказался от малейшей уступки сомнению. Он не станет подвергать опасности свою жизнь, доказывая что-либо сатане. Дьявол имел множество доказательств божественности Христа. Он видел, он присутствовал на небе, когда Бог Отец отдал всю власть Сыну и сказал ангелам, служите и поклоняйтесь Ему, ибо Он Бог. Из-за чего произошла война на небе? Потому что был назначен Иисус Христос, а не сам дьявол. Он видел чудо Его воплощения. Он видел, даже не видел, он слышал те слова при водах, когда Христос был в водах Иордана, когда Христос сказал, «Се есть Сын Мой возлюбленный». Что еще нужно было? Какие еще доказательства нужны были? Никаких. Дьявол все и так прекрасно знал. Но Ему нужно было как-то подступить к Христу, чтобы сорвать весь план спасения. Христос наш путеводитель с вами по жизни. Он для нас с вами пример всегда и во всем. И в этой истории нам с вами показано, как вести борьбу с врагом и с его уловками. Но давайте сделаем отступление и вспомним с вами историю народа Божьего на протяжении всех последующих веков и вплоть до нашего с вами времени. Начиная с первоапостольской церкви, дьявол не переставал атаковать верных Божьих детей. Даже еще во время апостолов, когда Павел уходил из одной церкви в другую, возникали ереси и сомнения. И Павел, если читать его послание к церквям, мы с вами видим, какие ереси входили и какую ерунду говорили люди, входя в церковь и пытаясь увести верных детей Божьих с Божьего пути. Мы с вами знаем также историю, какую тактику использовал дьявол во времена Пипер в апостольской церкви и во времена Средневековья. Сначала он хотел уничтожить церковь Божью полностью, физически, но у него этого не вышло. Наоборот, это дало свои плоды в лучшую сторону, когда церковь Божья росла. И то семя, которое сеяли апостолы словом, оно росло. И та кровь, которую они проливали, орошала это слово, это семя, и оно росло в огромных масштабах. И дьяволу пришлось применить другую тактику. Тактику духовного уничтожения церкви. И он вошел в церковь с ересью. Возникает римно-католическая церковь. Церковь государственная, и которая всеми руководила. И мы знаем с вами прекрасно всю историю, ее возникновения, ее деятельности. Что она сделала? И что сделал дьявол через свою правую руку? Он смешал истину с ересью. И истина вообще потерялась. И мы с вами это видим в темных веках Средневековья. Почитайте историю Дух Пророчества, что пишет, как люди понимали Бога, как они к Нему относились во времена Средневековья. Они считали Его тираном, потому что учение церкви было построено так, что люди потеряли из виду любящего, милосердного и сострадательного Бога. Дьявол не дремлет, становится все свирепее, все ужаснее. Он знает, что мало ему осталось времени. Мы можем говорить о прошлых веках, сколько угодно, про них легко говорить. Но давайте с вами поговорим о нас, о нашей церкви в наши дни. Как он будет действовать против нас, с вами. Он будет всеми силами заставлять нас усомниться в Боге, потерять эту связь, живительную связь и спасающую с Богом. Он будет использовать все методы наших родных, наших близких, наших друзей. Он окружит нас со всех сторон и обложит, чтобы сломать, убить и погубить. Каждому из нас, каждому, запомните, дорогие собратья, каждому из нас дьявол подойдет и скажет, а подлинно ли сказал Бог? И для каждого человека у него есть что сказать. У него свое, подлинно ли сказал Бог, для каждого человека. Он знает все наши слабые места и куда бить. Подлинно ли сказал Бог? Подлинно ли? Он подойдет каждому. Не сомневайтесь, братья. Хочу рассказать вам примеры своей также уже учебной жизни, студенческой уже в будущем. Я закончил школу, мне 17 лет, нужно поступать в институт. Прихожу, подаю документы, все хорошо, все нормально. Смотрю расписание вступительных экзаменов. Четверг, пятница и суббота. Все. Я, ну ладно, хорошо, с Божьей помощью решится вопрос. Я к декану, объясняю ему всю ситуацию, говорю, не могу я в субботу, объясняю ему свое верообеждение. Он говорит, молодец, хорошо делаешь, ничем не могу помочь. Ну все, моя последняя надежда была исчерпана. Я выхожу от него. Только я закрыл дверь в деканат. И знаете, сколько подлинно ли и если в моей голове начало крутиться? Да что такого? А подлинно ли, сказал Бог, что суббота святой день, да сходи, сдай экзамен? Что такого? Даже на служение не опоздаешь. К восьми придешь, сдашь, у тебя еще время будет съездить и в церковь, и что угодно. Подлинно ли, сказал Бог. Несколько дней я боролся с этим. Мне 17 лет, родителей не было рядом, они уехали на юг. Отец увез команду, и мама с сестрой тоже с ними. Я один был с этим искушением, с этим соблазном. Но в итоге я махнул рукой на все, сказал, эти два экзамена сдам, а тот не буду. Ну ладно. 11 лет учился, можно год и отдохнуть. Ладно. Не поступлю, не поступлю. Все, я успокоился. Я решил, что на все воля Божья. Это был вторник, в среду, на следующий день, вечером, приезжая домой, мне звонит товарищ по команде и тот, с кем мы вместе поступали на один факультет, с кем мы и в одной группе потом были. И он говорит, тебе декан звонил? Я говорю, нет. Время 7 часов вечера. Он говорит, перезвони декану, тебя декан ищет. У всех спрашивает, всех обзвонил, тебя не может найти. Продиктовал мне номер, звоню декану, декан мне говорит, так, Симоньян, я решил твой вопрос. В общем, берешь преподавателей, везешь их на место сдачи экзамена, сдаешь экзамен, привозишь обратно все. Полчаса делов. Полчаса делов. Я экзамен сдал и Богу верным остался. Но тот момент, когда я боролся, подлинно ли и если, который дьявол пытался мне подсунуть, они были многочисленны. И этот пример даже помог еще двум парням, которые так же поступали, но им нужно было на свадьбу ехать. Обычные парни там с деревни за 300 километров от столицы. Им на свадьбу надо было. Они тоже к декану и говорят декану, мы не можем, нам нужно уехать. Они говорят, к Симоньяну идите, он решил этот вопрос. Они ищут меня по всему институту, там время подачи документов нашли, загрузили всех с отцом в машину, а уже отец приехал в четверг вечером, как раз с юга. В пятницу утром сдали экзамен, все, поступил, отучился, слава Богу. Но тот момент я не забуду никогда, когда дьявол пытался вот это, а если, а подлинно ли подсунуть. И когда человек борется и сомневается, Господь не может вмешаться, потому что противник наш стоит и говорит, не имеешь права, он еще не на твоей стороне, и он еще не решил, кому он будет служить. Но когда человек решает, что он останется верным Богу, несмотря ни на что, тогда и Господь может вмешаться и решить все таким образом, что у нас даже в мыслях не было такого. Я даже не предполагал, что меня будет декан разыскивать. 150 человек поступающих, и он меня одного искал через всех остальных. Он сам решал мою проблему, и он ее решил. Идем дальше, собратья. Что еще будет делать враг, чтобы нас с вами погубить? Он будет пытаться заставить человека усомниться в истине, которую Бог открыл своему народу и нам, как адвентистам. Это очень серьезный вопрос, потому что он старается сделать все, чтобы человек засомневался в Слове Божьем, вследствие чего завладеть его сердцем и его душой. Если человек засомневался в Слове Божьем, все, фундамент рушится, он достается дьяволу. Других вариантов нет. И явный пример того, как ересь и сомнения входят в нашу церковь, можете, могу привести пример, недавно было членское у нас с вами собрание, когда решался вопрос относительно санатория, профилактория, который в Татарстане, который вроде бы делает благое дело, живет по принципу здорового образа жизни, физически лечит людей, но духовно-то они их губят. Они им капают на мозги, грубо говоря, тем, что адвентисты это Вавилон, друзья, обижать надо, обижать какую-то брошюрку, статейку, ссылку в интернете. И что удивительно, люди попадаются на это. Наши с вами братья со всей России съезжаются туда, а потом обратно разъезжаются, неся эту ересь в свои церкви. дьявол хитер, он хитер, и он говорит, что Вавилон, Вавилон, братья, но как церковь Божья может быть Вавилоном, если про нее написано в Писании, давайте с вами откроем и убедимся, что Писание говорит относительно нашей с вами церкви. Откроем с вами Писание, книгу Откровения, 12 глава 17 стих. 12 глава Откровения 17 стих и написано И рассверепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа. А что есть свидетельство Иисуса Христа? В этой же книге в Откровении написано 19 глава 10 стих. Свидетельство же Иисусова есть дух пророчества. Эти два текста подтверждают то, что наша с вами церковь, как адвентистов седьмого дня, является единственной истинной церковью, потому что лишь она подходит под описание, которое дано в Священописании. лишь она хранит десять заповедей Божьих и лишь у нее есть дух пророчества, пророк Божий, которого он дал своей церкви и открыл через нее великие истины. Но она говорит, что это всего лишь малый свет. Вот он, большой свет. Но люди это все знают, наши с вами братья это все прекрасно понимают, годами ходят в церковь, а тут какая-то брошюрка, какая-то статейка и все. Побежали свою церковь создавать. Из Вавилона выходят. Куда, братья? Спрашивается, как вы, как они читали Писание? Как они Богу служили? Во что они вообще верили? Есть такое слово. Вижу в книгу и ничего не вижу. Там другие слова, да, я просто не буду их произносить. Как можно читать Священное Писание, а потом благодаря какой-то брошюрке уйти из церкви, оставить истину, истинный свет? Лишь адвентисты стоят особняком в окружении других конфессий. Католики, католики, Римма-католическая церковь называет все конфессии, она их не называет конфессиями или церквями. Она их всего лишь навсего называет отпавшими братьями, которые вернутся в лоно церкви, на что и направлено вот это движение объединения церквей, экуменическое, правильно, движение объединения церквей, оно направлено на то, чтобы всех отпавших вернуть в лоно католической церкви. я вам сейчас пожалуйста слайд включите. Это выписка из католической вселенской собор, бюллетень католического вселенского собора от 42 года 14 августа. Написано, католики пишут, протестант утверждающий, что Библия является единственным руководством веры, не имеет никакого основания для соблюдения воскресения. Все соблюдают воскресение. Все. Значит, в этом вопросе адвентист седьмого дня является единственно последовательным протестантом. Другими словами, Рима католическая церковь признает лишь адвентистов как протестантов, как тех, которые противятся вероучению римно-католической церкви. Лишь адвентисты, братья, лишь мы имеем тот свет, который Бог открыл через своего пророка, через свое священное писание, лишь мы владеем полностью в таком объеме, которого ни у кого нет. И как можно утверждать, что церковь адвентистов является Вавилоном? Это ересь, дорогие братья. И если вы услышите где-то такие слова, будьте уверены, что дьявол хочет подойти к вам, соблазнить, увести, погубить. если я придумаю какие-то свои правила и буду по ним жить, а вам тоже понравятся эти правила и вы будете тоже по ним жить, вы будете считаться моими последователями, правильно? Правильно. Так так если римно-католическая церковь, все то, что они сделали с законом Божьим, просто поражает воображение, как они его переделали, все, что они напридумывали, поклонение святым, деве, Марии и так далее и тому подобное, и они все это признают, они признают, что властью данной их церкви они изменили закон Божий. И все остальные живут по их придуманным законам. И лишь мы стоим особняком. Мы стоим, потому что мы народ Божий. Мы церковь Божья. Да, не все порой бывает хорошо и гладко в церкви, но потому что дьявол ополчается именно на нас. Против кого будет направлен декрет о воскресном дне? Против кого? Против тех, кто соблюдает субботу и хранит заповеди Божьи. Против нас с вами. Откройте, пожалуйста, послание к Ефесянам 4-5. У Бога одна церковь, одна единственная, хотя католики считают, что это они, а Бог говорит, что у меня одна. Он дал опознавательные знаки этой церкви, и мы с вами прекрасно понимаем. Тут и вооруженного взгляда не надо, чтобы понять, что, где находится. Ефесянам 4-5. Один Бог, одна вера, одно крещение. Все. Сюда можно еще, ну так, добавить или перефразировать, что одна церковь и одно учение. Не может быть у Бога другой церкви, кроме той, которую Он создал, которой Он открыл свет через своего пророка. Не может быть у Него другой церкви, которая хранит заповеди Божьи и имеет веру в свидетельство Иисуса Христа, что есть дух пророчества. Спрашивается, как те люди верили, в кого они верили, брошюрку прочитали и побежали свою церковь создавать. Почему дьявол атакует именно истинную церковь? Почему он атакует истину? А потому что истина это единственный способ спастись человеку. Лишь истина дает человеку возможность попасть в Царство Божье. Лишь истина вера в Господа, любовь к ближним. Лишь живя по принципам изложенного священописания человек может подниматься по лестнице вверх к Богу. А дьяволу этого не надо. И поэтому он очень рьяно атакует истину и Церковь Божью. И он будет всеми способами попытаться войти в Церковь и увести как можно больше людей. Его не волнует, как люди живут те, которые не знают истину. Они ему неинтересны. Написано, что он будет пытаться соблазнить, если возможно, избранных. Елена Уайт пишет, Дух Пророчества, по мере приближения пришествия Христа он будет все решительнее и настойчивее стараться победить детей Божьих. Восстанут мужчины и женщины, утверждающие, что они получили новый свет или новое откровение и стремящиеся подорвать доверие к старым вехам. Их взгляды не выдержат проверки Словом Божьим. Но все же многие души будут обмануты. Начнут распространяться ложные слухи и некоторые люди попадут в эту ловушку. Они поверят этим слухам и в свою очередь будут передавать их дальше, создавая таким образом цепочку, связывающую их с отцом лжи. Этот дух не всегда будет проявляться в открытом презрении к посланным Богом вестям. Но упорное неверие может проявляться по-разному. Всякое ложное утверждение питает и укрепляет неверие. И из-за чего многие души склонятся в неправильном направлении. Вот как раз относятся прямиком к тому санаторию и к тем вещам, которые они там рассказывают. Да и в других местах, я думаю, вам всем известно, какие случаи происходили в нашей с вами церкви, когда полцеркви вставала и уходила и шли создавать свою церковь. Потому что усомнились, не устояли и ушли. Но, дорогие братья, что мы все о плохом и о плохом. Нам не стоит с вами бояться, потому что с нами тот, кто больше врага. Не говорите Господу, есть такая поговорка, как велики ваши проблемы, а скажите своим проблемам, как велик наш Бог. Бог. Мы не оставлены один на один с врагом. У нас есть очень много обетования о том, что Господь с нами, что Он не покинет и не оставит нас никогда. Поэтому вернемся с вами к истории в пустыне и сделаем три вывода или увидим три способа, как противостоять врагу. Матфея, 4 глава, 3 стих. Первое, первый способ. Это полное и беспрекословное повиновение Богу. И это видно в ответе Христа на третье искушение. Говорит Ему, все это дам тебе, если, пав, поклонишься Мне. Тогда Иисус говорит Ему, отойди от Меня, сатана, ибо написано Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Один Бог, одна вера, одно крещение, одна церковь, одно учение, все. Нет у других церквей, другого учения, другого способа спастись, как только через веру в тот свет и ту истину, которую Бог открыл через свою церковь. Второй способ. Священное Писание собратья, любое сомнение, любое искушение преодолевается твердым основанием написаний. Исаии 8,20 Обращайся к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, нет в них света. Вот он, детектор лжи и правды. Попалась к вам книга, брошюра, статья через детектор. Соответствует? Принимаем. Не соответствует? Гори оно все синим пламенем. В баню, в костер, куда угодно. Потому что лучше этому сгореть, чем человеку потом самому в костре побольше, в костре Божьего гнева. Лишь священное Писание истинно и о им проверяется всякая ложь. Много различных идей с вами будет проповедоваться, друзья, произноситься в церквях, но не все можно принимать и не всему верить, потому что наступает такое время, когда ложь смешается с истиной. И лишь с помощью тщательного изучения священного Писания святых истин можно будет различить правду и ложь. Однажды работников банка спросили, как вы отличаете подлинник от подделки? Что вы их все изучаете, потому что качество подделок все с каждым годом все выше и выше и уже сложнее определить, где подделка, а где настоящая купюра. Им спрашивают, как вы это делаете, как вы их различаете? Вы что, их запоминаете, записываете? Они говорят, нет, мы просто очень хорошо знаем оригинал. Когда человек знает оригинал и очень хорошо, тогда он сможет отличить подделку от лжи. Да, будет трудно, никто не говорил, что будет легко, но с помощью Божьей ее можно отличить. Второе послание к Тимофею, 3, 3 глава, 15, 16, 17 стих. И вот что Писание говорит само про себя. Что там написано, друзья, наизусть? Все Писание богодухновенно и полезно для наставления, для обличения и так далее. Все. Единственное мерило правды и лжи Священное Писание. Почему же ересь так опасна, собратья, возникает вопрос. Но чем она так опасна? Ну, поверил человек, чему-то ушел. Вы когда-нибудь хранили яблоки в куче, в деревне, не знаю, на даче? Когда собираешь кучу яблок, и вдруг одно оказывается гнилым, поврежденным. На первый взгляд, они все целые. Проходит несколько недель, месяцев, и то яблоко, которое было повреждено, оно начинает гнить. Ну, сгнило, сгнило. Но что происходит с остальными, которые с ним лежат рядом и с ним соприкасаются? Они заражаются и тоже начинают гнить. Вот чем опасно сомнение и ересь в Церкви Божьей. Ну, подался человек один, подался. Но ересь, сомнение, это такая зараза, это как гангрена. Вовремя не убрал, вовремя не отрезал, не выкинул, и все, пошла распространяться по всему организму, по всему телу Христову, по всей Церкви. И вы думаете, что оно будет распространяться здесь, отсюда, с кафедры? Да нет, конечно. Дьявол не встал на небе, и ангел мне начал с трибуны говорить, что Бог несправедлив, что Он тиран. Он их по одному там, за воротами небесного города подзывал и делал свое губительное дело. Так и нам с вами, дорогие братья и сестры. Дьявол будет пытаться сломать, заразить этой ересью. Он там за дверью, там на крылечке и там за воротами. Ересь никогда не проповедуется открыто. Она всегда тайна, она всегда губительна. Третий способ противостояния дьяволу это, конечно же, лишь близкие, теплые, доверительные отношения с нашим Господом. И этот третий способ он как бы объединяет первые два. Если ребенок знает голос своих родителей, он никогда на чужой голос не пойдет и не побежит. Господь говорит, овцы мои знают мой голос и куда они идут? В другой куда-то загон. Они идут за мной, за тем голосом, который они знают. И лишь если в нашей христианской жизни мы настроили с Господом и наладили эти теплые взаимоотношения. И когда подойдет нам чужой голос и скажет, а подлинно ли сказал Бог? Пошли выйдем из этой церкви, это Вавилон. Да запретит тебе Господь сатана, отойди от меня, ибо написано. Так и так написано. Наступ наступают времена смутные, дорогие собратья, когда будет казаться, что все напрасно, что Церковь Божья готова упасть под напором сомнений, ересей и проблем. Но Вестница Божья пишет, что что бы ни происходило в Церкви Божьей, какой бы слабой она ни казалась, что бы в ней, что бы ее не наполняло, она никогда не упадет, потому что эта Церковь Божья и вся критика в адрес Церкви, все выпады и все, как говорится, камни в огород Церкви, они падают не в огород Церкви, в огород, нет, не в огород, в сад небесный, потому что эта Церковь Божья и все, что сказано против нее, говорится прямиком тому, кто ее основал, кто ее создал, кто ведет ее по этому пути через все события, и он проведет ее, и она восторжествует, и будет славный конец у нее. Господь неизменен, он сдержит свое слово, и раз он сказал, что я создам Церковь, и врата ада не одолеют ее, Господь Бог сегодня, вчера, сегодня, и вовеки тот же, он не изменен, сказал, значит, сделает. И там, на Голгофском кресте, когда ему кричали, сойди, докажи нам, он не сошел, потому что он доказал, что он любит нас с вами, и все, что бы в нашей жизни не происходило, Господь всегда рядом, он всегда поддержит, всегда наставит, и выведет этот корабль, через бурю проведет, и в тихую гавань, спасение введет ее. Да, мы люди, наша греховная природа не дает нам покоя, не дает нам жить в полной гармонии с Господом, и в тех сложных ситуациях, которые порой в нашей жизни выпадают, мы, ну, сомневаемся, бывает, падаем, но, несмотря на все это, Бог нас не оставляет, потому что Его любовь к нам безгранична, собратья. В каких бы ситуациях вы ни оказались, никогда не давайте место сомнению в вашем сердце, чтобы оно не разрушило тот добрый фундамент, который Бог вас заложил, на котором стоит ваша вера и любовь к Богу. Они будут приходить, хотите вы того или нет, но это главное оружие дьявола против верного человека, и он будет его использовать. А вот поддаться ему или нет, принять сомнение в свое сердце, это уже выбор каждого из вас. Вы думаете тем юношам, которые стояли на поле Диир, было легко? Вы думаете в тот момент, когда им сказали, как зазвучат, падите и поклонитесь, а если нет, в печь? Вы думаете дьявол стоял в сторонке и молчал? Мне кажется, он им столько вариантов предложил. Ну, зачем вам уверать, вы еще так молоды? Ну, сделайте вид, ну, у тебя шапка упала, у второго шнурок развязался, ну, там, третий монетку нашел. Ну, зазвучат, ну, сделайте вид, все, и вам хорошо, и всем хорошо. Нет, они сказали царю, не будем мы твоим богам служить, Бог наш силен, спасти нас, но если даже и не спасет, все равно служить мы ему не будем. И итог, конец этой истории, вы все прекрасно знаете, чудное проявление Божьей силы. Кстати, синодальный перевод нам не описывает ту ситуацию, что происходило именно в печи. Царь подходит и говорит, не троих ли мы бросили, а я вижу четверых ходящих в печи. Но у нас дома есть армянская Библия, армянский перевод, и там, я не знаю, откуда они это взяли, и там описывается то, что происходило в этой печи. Там еще одна целая глава посвященная этому. Как вы думаете, они же там не в чехарду играли, правильно, там они ходили в печи. Они совершали там служение, там они совершали поклонение, они там такую молитву произносили и говорили. В принципе, мы прочитали с отцом, и логично, то есть никаких противоречий нету, на дальнем переводе нету, к сожалению, этого. Может, это не каноническая какая-то книга, не вошла в канон, но это те события, которые происходили там в печи, они логичны, и Христос появился среди них. Вы что, думаете, Даниилу было легко противостоять тому сомнению, когда ему сказали, что 30 дней никому не обращаться и не поклоняться? Что, думаете, дьявол не предлагал ему вариантов? Зачем тебе открывать окно? Да так, втихаря, в комнате, ну, помолись себе Богу. Нет, он пришел в свою комнату, открыл свои окна в сторону Иерусалима и молился Богу. И что происходит дальше? Его арестовали, повели к царю, но дальше, если мы читаем, что говорит ему царь? Царь опечалился и говорит ему, твой Бог, он спасет тебя, он силен тебя спасти. Даниил лишь молчал, его бросили в ров. И что происходит? Царь побежал домой, не спал, не ел, и утром, наверное, в чем лежал, в чем был, побежал в ров и спрашивает Даниил, смог ли Бог твой спасти тебя? На что Даниил отвечает, и мы знаем конец этой истории. Великая победа веры над сомнением. Вспомните Петра. Петр, мы недавно с молодежью изучали книгу Деяний. Буквально месяц назад он отрекся от Христа трижды, проходит не больше месяца. Он спит в окружении 16 охранников, а на утро его должны казнить. Друзья мои, его на утро казнят, а он спит. Что это значит? Он доверял. Никакое сомнение его не одолевало. Лег спать и все. Что думаете, дьявол не предлагал ему и не говорил ему, а подлинно ли и если? Ну, признайся, ну, от реки зачем тебе умирать при всех, когда выведут тебя, скажи, не верю я ни в кого и не знаю, кто такой Христос. Как ты сказал однажды и спасся, так и сейчас скажи, и опять спасись. Нет. Отойди от меня. Спать лег. И знаем конец этой истории. Бог выводит его через всю стражу. А те, которые хотели его жизнь отнять, сами потом. Бог забрал у них ту жизнь. Царирет при определенных обстоятельствах тоже. Ушел. одолевает сомнения собратья. Бегите к Богу. К братьям. Вы не оставлены. На то оно и создано, наше церковное с вами братство, чтобы мы поддерживали друг друга, укрепляли, наставляли в истине. Церковь Божья на то нам и дана. Нитка втрое скрученная не скоро порвется. Это как раз и говорит о нашей с вами семье. Много обетований Бог дает и говорит будь тверд и мужественен, не страшись и не ужасайся, какие бы обстоятельства тебя не окружали, какие бы сомнения не были в твоей жизни, никогда не сомневайся. Потому что человек сомневающийся подобен волне, ветром раздуваемой и так далее. Никакого основания не имеющий и мечущийся в этой жизни от берега к берегу. И даже если тот червяк сомнения, если он и попал в ваше сердце, пусть он там отравится сильной верой и полным доверием Богу. У вас могут быть, знаете, какие сомнения? Сомневаетесь по поводу, в каком рубашке пойти сегодня, какую шапку и сапоги одеть, какую машинку стиральную купить, какую машину купить, чтобы ездить, сколько угодно, сомневаетесь. Но когда дело заходит о вопросе спасения и истины, никаких сомнений не должно быть. К Богу и к Святому Слову проверяем, соответствует, принимаем. Не соответствует, все, отойди от меня, сатана. Потому что Господь обещал, храни, что имеешь. И когда Он придет, чтобы мы с вами смогли услышать в адрес каждого из нас «Хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, прошел через все испытания, через все искушения, через все сомнения преодолел, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина своего». Никогда не давайте дьяволу вбить этот гвоздь сомнение в стену вашего сердца. И чтобы Он там не повесил недоверие, сомнение, подозрение и другие опасные вещи. Потому что когда они прорастут, они не дадут вам спокойно жить. Они сломают всю вашу веру и доверие, и то, что Бог хочет вас видеть. Либо вверх к Богу, либо вниз в погибель. Третьего не дано, Иисус Христос сказал «Веруйте в Меня и в Бога веруйте. Бог не человек, чтобы Ему лгать, и не Сын Человеческий, чтобы Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. И Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же единый истинный Бог, любящий, милующий и спасающий. И Церковь у Него одна, и истина одна, и вера одна. Пусть Он нам с вами поможет преодолеть все эти сомнения, победить врага, чтобы наследовать жизнь вечную, которую Господь нам с вами обещает. Слава Господу! Помолимся! Аминь! Великий и любящий Отец, слава и благодарность Тебе, Боже, за милость Твою любовь, за истину, в которую мы поверили, Боже, за то, что Ты нашел нас в этом мире и вывел в чудный свой свет, Боже. И мы просим Тебя, Ты благослови детей своих и народ свой следовать за Тобою до конца и твердо идти по этому пути, по которому Ты прошел, Боже, по пути веры, доверия, любви и преодолевать все сомнения Божьи, которые будут выпадать в нашей жизни, преодолевать их твердой верой в Тебя, в Слово Твое, Боже, потому что Ты верен, Ты истинен, Тебе единому истинному честь, слава и поклонение отныне и вовек. Аминь!